Мур, привет друзья, с вами Зверько и новостной выпуск. В обновлении 1.3.0.8 больше обновления леса и эмблем, чем изменения героев. Но начнем с героев. Ангела. Исправили звуковой баг ульты. Фрея. Добавили индикатор действия ульты. Иконка будет появляться снизу экрана. Ханаби. Исправлен баг поглощения маны первым навыком. Добавлено предупреждение при низком запасе маны. Харид. Изменили анимацию появления немного. Также изменили пассивку. Часть пассивки убрали. Теперь после трех заклинаний он не наносит дополнительного урона. Также после прыжка вторым навыком вы можете произвести выстрел с руки немедленно. Что же, усиление мне нравилось больше. Томуз. Первый навык. Уменьшили урон и добавили минимальный кулдаун в 2 секунды после броска кос. О чем я и говорил в обзоре. Ульта. Уменьшили урон. Пассивка. Теперь после выбрасывания кос он ускоряется на короткий промежуток времени. Изменения леса. Гоблин и призрак получили плюс 30 процентов к хп и появляются на 40 секунде от начала матча. Спиннер. Это кажется мелкий паук. Плюс 25 процентов хп. Паук. Сила атаки плюс 20 процентов и хп плюс 50. Рипер. Это нижний баф. Плюс 50 процентов хп. Большерот и монстр. Тот что на миде. Урон плюс 200 процентов. Немного уменьшен опыт от гоблина и пауков. Внимание! Теперь купив предмет на джунгли вы будете получать на 20 процентов меньше опыта с вражеских крипов в первые 4 минуты. Изменения навыков. Казнь. Когда вы убиваете ей противника, кд сокращается на 40 процентов. То есть будет не 90 секунд, а 54. Возмездие. Теперь уменьшает получаемый урон от монстров на 80 процентов и действует 4 секунды. Было 30 процентов и 3 секунды. Вдохновение. Пробитие уменьшили до 9 и 23 на 15 уровне, а было 11 и 25. Спринт. Снимает все замедление и дает иммун к замедлению на 2 секунды. Ну наконец-то. А то он был бесполезен, если навыками уже попали. Исцеление. Теперь лечит на 12 процентов, а не 15. Союзникам с низким хп исцеление приходит больше. Щит. Активируется и на вас, и на союзники с меньшим хп. Очищение. Кд было 110 секунд, теперь 90 секунд. К эмблемам. Эмблемы мага. Первый перк. Дает скидку на предметы в 10 процентов. Второй перк. Теперь для активации требуется снести 7 процентов, а не 10. Амблемы бойца. Второй перк. Дает 5 процентов вампиризма от навыков. Убийство героя увеличит этот показатель на 1 процент, вплоть до 15 процентов. Стакается. Раньше работал так. 7 процентов потерянных хп превращалось в 1 процент урона. Эмблемы убийцы. Первый перк. За убийство героя дается 100 голды. Сверху. Вплоть до лимитов 1500. После достижения выплат прибавка окончится. То есть вы получаете голду за 15 убийств. Раньше лимит был 1250. Третий перк. Убийство героя восстанавливает 15 процентов хп и ускоряет вас на 20 процентов на протяжении 5 секунд. Раньше восстанавливало 8 процентов и 10 процентов ускорения. Эмблемы стрелка. Второй перк. После нанесения урона базовой атакой в течение полторы секунды увеличивает скорость бега на 40 процентов, а регенерацию хп на 30 процентов от вашей физической атаки. КД 10 секунд. Ранее перк просто увеличивал скорость атаки на 30 процентов в течение 5 секунд после убийства или помощи. Эмблемы поддержки. Второй перк дает 10 голды тупо за нанесение урона по противнику. КД 2 секунды. Лимит 1200 золота. Ранее перк усиливал союзника. Ну, такое, шило на мыло. И еще. Новый скин на Чу обещают ввести к 28 августа. Что же, это все изменения на сегодня, которые повлияют на игру. Например, та же Виксана теперь будет очень долго забирать соло баф. Помогайте союзникам. В ожидании следующего видео подписывайтесь, делитесь видео, ставьте лапки и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok